Существует ли некая сила, фактор, мощь, которую можно назвать наукой и которая творит чудеса? Это нечто, что понимают и используют лишь немногие, чтобы преодолевать трудности и достигать выдающихся успехов. Я твердо верю, что это так. Моей целью здесь является попытка объяснить это, чтобы и вы могли использовать это, если пожелаете. Я осознаю, что столкнулся с чем-то работоспособным, но не считаю это чем-то мистическим, за исключением того, что это неизвестно большинству людей и малопонятно среднему человеку. Позвольте мне сказать, что за полвека у меня много лет практического опыта в бизнесе, а также немалый опыт работы журналистом, начав с репортера криминальной полиции. Репортеры полиции обучены получать факты и ни во что не верить на слово. Очевидно, я родился с огромной любознательностью. У меня всегда было ненасытное стремление искать объяснения и ответы, что приводило меня во многие странные места, раскрывало необычные случаи и побуждало читать всевозможные книги. Я мог получить доступ к литературе, посвященной религиозным культам, а также физическим и ментальным наукам. Я буквально прочитал тысячи книг по современной психологии, метафизике, древней магии, вуду, йоге, теософии, христианской науке, юнити, новому мышлению и многому другому, что я называю умственными вещами. Многие из этих книг были бессмысленными, другие странными, а многие очень глубокими. Постепенно я обнаружил, что есть золотая нить, пронизывающая все эти учения и делающая их работающими для тех, кто искренне принимает и применяет их. Эту нить можно назвать одним словом – вера. Это тот же элемент или фактор, который приводит к исцелению через ментальное целительство, позволяет другим подниматься по лестнице успеха и дает феноменальные результаты для всех, кто в это верит. Почему вера является чудотворной силой, невозможно удовлетворительно объяснить, но в этом нет никаких сомнений. В вере есть настоящая магия. Магия веры стала фразой, вокруг которой стремительно вращались мои мысли. Я постарался изложить эти мысли максимально просто и ясно, чтобы каждый мог понять. Представляя вам эту вполне практичную науку, я осознаю, что она уже рассматривалась с многих сторон. Я также понимаю, что многие люди сторонятся всего, что имеет оттенок религии, оккультизма или метафизики. Соответственно, я представляю эту науку на языке бизнесмена, который верит, что искренние мысли и простая речь донесут любое сообщение до людей. Используя эту науку, которую я передаю вам с уверенностью, что независимо от способа ее применения, она даст результаты, я хочу предупредить вас. Никогда не используйте ее во вредных или злых целях. С начала человеческой истории в мире действовали две великие тонкие силы – добро и зло. Обе они невероятно могущественны в своих масштабах и циклах. Основополагающий принцип их работы – сила мысли. Поэтому будьте чрезвычайно осторожны, чтобы не злоупотреблять наукой умственных вещей. Я не могу слишком сильно не подчеркнуть это, потому что если вы будете применять ее во вредных или злых целях, она бумерангом вернется и уничтожит вас, как это происходило с другими на протяжении веков. Это не пустые слова, а торжественное предупреждение. Оглянитесь вокруг, если вы находитесь в комнате, обставленной мебелью. Ваши глаза говорят вам, что вы смотрите на набор неодушевленных предметов. Это верно с точки зрения визуального восприятия. Но на самом деле вы смотрите на мысли или идеи, которые материализовались благодаря творческой работе какого-то человека. Сначала это была мысль, которая создала мебель, сформировала оконное стекло и придала форму драпировкам и покрытиям. Автомобили, небоскребы, самолеты, пролетающие в стратосфере. Швейные машины, маленькие ручки, тысячи и миллионы предметов. Откуда они все пришли первоначально? Только из одного источника, из той странной силы, которая называется мыслью. Изучая это глубже, мы понимаем, что все наши достижения и в сущности все наши владения являются результатом творческого мышления. Мысль – это первоначальный источник всего богатства, всего успеха, всех материальных приобретений, всех великих открытий, изобретений и всех достижений. Учитывая это, становится понятно, что мысли человека определяют его успех или поражение, и слова Шекспира приобретают больший смысл. Нет ничего нехорошего, не плохого, но мысль делает это таковым. Многие люди считают, что успех приходит благодаря тяжелой работе. Однако я хотел бы отметить, что одна только тяжелая работа не приведет к успеху. Мир полон людей, которые работали и работают усердно, но не имеют почти ничего или совсем ничего, чтобы показать, за что они это делают. Для успеха необходимо нечто большее, чем просто тяжелая работа. Это творческое мышление и твердая вера в свою способность реализовать идеи. Успешные люди в истории достигли успеха благодаря своим мыслям, а их руки были всего лишь помощниками их мозгу. Еще один важный момент состоит в том, что одним из ключевых элементов успеха является ваше желание, которое должно стать всепоглощающим. Ваши мысли и цели должны быть скоординированы, а ваша энергия сконцентрирована и применяться без перерыва. Это может быть богатство, слава, положение или знание. У каждого человека свое представление об успехе. Но что бы вы не считали успехом, вы можете этого достичь, если будете готовы сделать эту цель горящим желанием вашей жизни. Теперь, когда у вас есть более четкое представление о роли мысли и желания в вашей повседневной жизни, первое, что нужно определить, это именно то, чего вы хотите. Общее представление о том, что вы просто хотите быть успешным, как большинство людей, слишком неопределенно. Вы должны четко представлять себе ментальную картину того, к чему вы стремитесь. Задайте себе вопросы. Куда я направляюсь? Какова моя цель? Визуализировал ли я точно то, чего я на самом деле хочу? Многие люди идут по жизни, полагая, что если у них сегодня есть работа, то она будет у них и завтра, и что как-нибудь их обеспечат в старости. Они, словно пробка на воде, бесцельно плавают, увлекаемые различными течениями, выбрасываемые на берег или становящиеся водорослями и в конечном итоге идут ко дну. Поэтому жизненно важно знать, чего вы хотите от жизни. Знать, куда вы направляетесь и держать перед собой четкую цель. Только тогда вы получите то, к чему стремитесь. Все начинается с желания. Если вы когда-нибудь надеетесь чего-то достичь или приобрести больше, чем имеете сейчас, вам необходимо желание. Но, как мы увидим, это не единственное, что требуется. Говорят, что мысль притягивает то, на чем она сосредоточена. Именно об этом говорил Иов. Ибо чего я ожидал с трепетом, то и постигла меня. Наши страшные мысли также творчески и магнитным образом притягивают к нам неприятности. А конструктивные и позитивные мысли, позитивные результаты. Так или иначе, мысль создает по своему подобию. Когда это проникает в сознание человека, он начинает немного осознавать ту потрясающую силу, которая ему доступна для использования. Я придерживаюсь теории, что, хотя мысли действительно создают и контролируют далеко за пределами всего, что известно человеку, они создают только в соответствии со своим характером, интенсивностью, эмоциональным качеством, глубиной чувства или вибрационной плоскостью. Иными словами, подобно длине волны и мощности радиостанции, у мыслей есть творческая или контролирующая сила, точно пропорциональная их постоянству, интенсивности и силе. Позвольте мне попытаться пояснить это. Хотя были предложены многие объяснения, никто не знает, является ли мысль формой электрической энергии или чем-то еще, что предстоит определить. Однако я был экспериментатором в той области электричества, которую называют высокочастотной, во главе которой стоял великий гений Никола Тесла. И всякий раз, когда я думаю о мысли, ее излучениях и вибрациях, я инстинктивно связываю их с электричеством и его явлениями. Таким образом, они становятся для меня более понятными. Все люди, живущие на больших высотах, ощущали и иногда наблюдали электрические искры, возникающие при прикосновении к металлическому предмету после прохождения по комнате. Это, конечно, форма статического электричества, генерируемого трением. Это дает вам представление о том, как один вид электричества может развиваться в теле. Зигмунд Фрейд, знаменитый австрийский психоаналитик, привлек внимание мира к гипотезе о том, что в нас есть могущественная сила, неосвещенная часть разума, отдельная от сознательного разума, постоянно формирующая наши мысли, чувства и действия. Другие называли это разделение нашего ментального существования душой, сверх-я, внутренней силой, сверхсознанием, бессознательным, подсознанием и различными другими именами. Это не орган или так называемое физическое вещество, подобное мозгу. Тем не менее, это существует и с незапамятных времен человек знал, что это есть. Древние часто называли это духом, парацельс, волей, другие – разумом, дополнением к мозгу. Кто-то – совестью, создателем тихого внутреннего голоса. Кто-то – интеллектом, утверждая, что он является частью высшего интеллекта, с которым мы все связаны. Как бы мы это ни называли, я предпочитаю слово «подсознание». Оно признается сущностью жизни и пределы его возможностей неизвестны. Оно никогда не спит, приходит нам на помощь во времена великих бед, предупреждает нас об опасности, часто помогает в том, что кажется невозможным, ведет нас многими путями и, когда правильно используется, совершает так называемые чудеса. Возможно, наиболее эффективный метод приведения подсознания в практическое действие – это процесс создания ментальных картин с помощью воображения, совершенствуя образ того, что или как вы хотите видеть в физической форме. Это обычно называют визуализацией. Однако, прежде чем эта визуализация заработает, вы должны действительно верить. Я говорю о глубинной вере, о твердом и позитивном убеждении, пронизывающем все ваше существо. Назовите это аспектом эмоции, духовной силой, видом электрических вибраций, как угодно. Но это та сила, которая приносит выдающиеся результаты. Она запускает закон притяжения в действии и позволяет устойчивой мысли соотноситься с ее объектом. Эта вера изменяет темп или частоту мысли и, подобно огромному магниту, притягивает в игру силы подсознания, меняя всю вашу ауру и влияя на все, что вас окружает, даже на людей и предметы на больших расстояниях. Она привносит в вашу личную сферу жизни результаты, иногда ошеломляющие и часто даже такие, о которых вы не мечтали. Выдающийся французский психолог и автор Густав Желей писал, Нет ни одного художника, ученого или писателя, какими бы незначительными ни были их достижения, кто не осознавал бы на личном опыте неравной важности подсознания. Он также сказал, что лучших результатов в жизни достигают те, у кого есть близкая гармония и сотрудничество между сознательным и подсознательным умом. Поскольку подсознание играет очень важную роль в магии веры, будет полезно, если у вас будет четкое и подробное представление о том, что такое подсознательный разум, где он находится и как функционирует. Сознательный ум – это источник мысли. Он дает нам чувство осознанности в нашей нормальной, бодрствующей жизни, знания того, что мы есть здесь и сейчас, способность понимать наше окружение, силу управлять нашими умственными способностями, вспоминать события нашей прошлой жизни и понимать наши эмоции и их значения. Более конкретно, он позволяет нам рационально осознавать объекты и людей вокруг нас, наши успехи или недостатки, обоснованность аргумента или красоту произведения искусства. Решение наших проблем исходит из использования сознательного ума. Но порой, когда решение не находится, мы истощаемся от постоянных усилий, начинаем терять веру в себя и часто смиряемся с мыслью, что потерпели неудачу и ничего нельзя поделать. И вот тут-то на помощь приходит подсознательный ум. Он помогает нам восстановить веру в себя, преодолеть трудности и встать на путь достижения и успеха. Так же как сознательный ум является источником мысли, подсознание является источником силы. Оно одна из величайших реальностей в человеческой жизни, укорененная в инстинкте и осознающая самые элементарные желания индивида, но всегда стремящаяся подняться в сознательное существование. Основные силы подсознания это интуиция, эмоции, уверенность, вдохновение, внушение, дедукция, воображение, организация, а также, конечно, память и динамическая энергия. Это отдельная сущность, обладающая своими уникальными ментальными способностями и функциями. У подсознательного ума три основные функции. Во-первых, с помощью интуитивного понимания телесных потребностей оно поддерживает и сохраняет благополучие и даже саму жизнь тела без помощи сознательного ума. Во-вторых, во времена великих чрезвычайных ситуаций оно мгновенно приходит в действие, независимо от сознательного ума, берет на себя высшее командование, действуя с невероятной уверенностью, быстротой, точностью и пониманием, спасая жизнь человека. В-третьих, оно функционирует в психическом мире, в котором проявляются психические силы подсознания, такие как телепатия, ясновидение и психокинез. Но подсознание также можно призвать на помощь сознательному уму в моменты острой личной необходимости, когда сознательное я обращается к подсознанию, чтобы использовать его силы и ресурсы для решения жизненно важной проблемы или достижения желаемого. Именно с этой третьей функцией мы здесь больше всего связаны. Привлекать ресурсы и силы подсознания, пробуждая его к действию. Для этого вы должны сначала убедиться, что вы просите о том, что по праву принадлежит вам и что вы способны это выдержать. Подсознание проявляется только в соответствии с возможностями человека. Затем вы должны запастись терпением и абсолютной верой. Как сказал французский философ Теодор Симон Журуа, подсознание не станет особо стараться для тех, кто в него не верит. Далее при передаче своей потребности подсознанию вы должны быть в состоянии духа, будто работа уже выполнена. Поэтому хотя необходимо чувствовать и думать себя успешным, важно сделать следующий шаг и действительно видеть себя уже успешным. Либо в выполнении какой-то выбранной задачи, либо занимающим желаемую должность. Последний и решающий шаг терпеливо ждать, пока подсознание усваивает элементы вашей проблемы и принимается за ее решение самостоятельно. По мере того, как идеи и планы подсознания будут поступать в ваше ожидающее сознание, вам будет открыто решение вашей проблемы, указан правильный курс действий. Вы должны немедленно и безоговорочно следовать этим указаниям, без промедления, сомнений или рассуждений. Вы должны свободно принять сообщение от подсознания и, поняв его, незамедлительно действовать. Только так вы заставите свое подсознание служить вам и продолжать откликаться, когда вы будете к нему обращаться. Однако ваша проблема может быть такой, которую нельзя решить таким образом. Вместо того, чтобы получить решение в виде готового плана, вы можете ощущать некую таинственную силу, побуждающую вас время от времени делать определенные вещи, которые кажутся не имеющими особого значения или логической связи. Тем не менее, вы должны продолжать верить в силу и мудрость подсознания и беспрекословно выполнять, казалось бы, не относящиеся к делу вещи. В один прекрасный день вы обнаружите себя в искомом положении, делающем работу, которую вы себе представляли. И тогда, оглядываясь назад, вы увидите, как все те вещи, которые вы были призваны делать, сформировали логическую последовательность событий, последнее из которых стало вашим окончательным достижением, наградой за ваши искренние надежды и желания, вашим личным триумфальным успехом. Изучая различные мистические религии, учения и системы умственных вещей, нельзя не заметить, что у них есть одинаковый базовый механизм действия, это повторение. Повторение определенных мантр, слов, формул или просто бессмысленных речевок является обычной практикой у колдунов, жрецов вуду, гексеров и многих других последователей странных культов. Они используют это, чтобы вызывать духов или творить черную магию. Тот же самый принцип лежит в основе песнопений, заклинаний, летаний, ежедневных уроков, частых молитв буддистов и мусульман, утверждений теософов и последователей единой мысли, абсолютной истины, новой мысли, божественной науки. Фактически это основа всех религий, хотя здесь речь идет о белой магии, а не о черной. Это приводит нас к закону внушения, в пределах действия которого все силы способны производить феноменальные результаты. То есть это сила внушения и самовнушения, ваше собственное или идущее от внешних источников, которое приводит механизм в действие или заставляет подсознание начать свою творческую работу. И здесь-то аффирмации и повторения и играют свою роль. Именно повторение одного и того же заклинания одних и тех же утверждений ведет к вере. И когда эта вера становится глубоким убеждением, начинают происходить события. Это та же самая сила и те же механики, которые Гитлер использовал для построения германского народа для нападения на мир. Известный французский психолог Рене Фель объяснил это, сказав, что Гитлер имел замечательное понимание закона внушения и его различных форм применения. В годы Великой Депрессии и в другие подобные времена мы наблюдали, как эта внушающая сила работала сверхурочно. Мы слышали, как все больше и больше людей повторяли «Времена тяжелые, бизнес плох, банки разоряются, процветания не будет». Миллионы поверили, что процветающие дни уже никогда не вернутся. Тысячи сильных духом людей были сломлены постоянным стуком, непрекращающимся повторением тех же страшных вибраций мысли. Денежные средства, всегда чувствительные, прячутся, когда начинают циркулировать внушения страха, и за этим неизбежно следует череда банкротств и безработицы. Мы слышали тысячи историй о банкротствах, о крахе огромных предприятий, и люди легко в это верили и действовали соответствующим образом. Если бы люди вообще понимали, что именно их собственные страхи и мысли буквально создают тяжелые времена, они бы думали о процветании, и оно бы наступило. Как сказал известный психолог и долгое время президент Северо-Западного университета доктор Уолтер Дил Скотт, успех или неудача в бизнесе гораздо больше зависит от ментальной установки, чем от умственных способностей. Рассмотрим талисманы, амулеты, символы удачи, четырехлистные клеверы, подковы, заячьи лапки и бесчисленное множество других безделушек, в которые тысячи людей верят. Сами по себе они являются неодушевленными, безвредными предметами, без какой-либо силы. Но люди вдыхают в них жизнь, думая, что они обладают силой, хотя сами по себе они ее не имеют. Эта сила исходит только из веры, которая одна делает их эффективными. Вот простой эксперимент, который продемонстрирует вам странную силу притяжения через визуализацию, как работает создание мысленной картины. Найдите несколько небольших камней или гальки, которые вы можете легко бросать. Найдите дерево или столб диаметром 15-20 сантиметров и встаньте на расстоянии 7-8 метров от него. Начните бросать камни в дерево, пытаясь в него попасть. Если вы среднестатистический человек, большинство камней будут пролетать мимо цели. Теперь остановитесь и скажите себе, что вы можете попасть в цель. Создайте мысленную картину дерева, как будто оно движется вперед, чтобы встретить камень. Представьте, как камень на самом деле сталкивается с деревом в том месте, куда вы хотите, чтобы он попал. Вы вскоре обнаружите, что начинаете попадать в цель. Не говорите, что это невозможно. Попробуйте, и вы докажете, что это можно сделать, если только вы поверите. чтобы стать тем человеком, которым вы хотели бы быть, вы создаете мысленную картину своего вновь сконструированного я, и если вы будете продолжать удерживать ее, придет день, когда вы станете этим человеком в реальности. Как сказал Шекспир, присваивай добродетель, если ее в тебе нет. Давайте возьмем эту великую истину и проследим за некоторыми ее последствиями. Принимая добродетель, вы принимаете ее через воображение. Но здесь мы должны провести различие между мечтанием наяву и истинной мысленной картиной или правильным использованием воображения. Возможно, есть какой-то волшебник, который уронит вам на колени миллион долларов или предоставит особняк с роскошной обстановкой. Но мечтания или просто бесцельные желания не имеют силы, чтобы высвободить скрытые в вас силы, которые принесут вам этот миллион или этот особняк. Когда вы должным образом используете воображение, вы представляете себя делающим что-то, и затем вы делаете это. Именно это действие, которое вы себе представили, приводит это в реальное существование. Задумайтесь об использовании увеличительного стекла. Когда оно правильно сфокусировано, оно собирает солнечный свет и концентрирует его так, что тепло прожигает дыру в предмете, на который направлены лучи. Оно должно удерживаться неподвижно, прежде чем развивается сила и мощь. Так и с удержанием образа или мысленной картины. Однако для среднего человека очень трудно долго концентрироваться, не говоря уже о том, чтобы удерживать мысленную картину в течение долгого времени. Вы постоянно подвергаетесь влиянию того, что читаете и слышите, и в результате координирующая часть этой творческой силы обращается к объединению всех этих разрозненных элементов в сфокусированную массу, вместо того, чтобы посвятить себя созданию ясного и динамичного образа вашего желания. Я часто думал об этом в вопросе желания и внушения в связи с посадкой овощных или цветочных семян. Как только почва подготовлена и крошечные семена посажены, проходит совсем немного времени, прежде чем они пускают корни и появляются ростки. Как только они начинают подниматься сквозь почву в поисках света, солнца и влаги, препятствия ничего для них не значат. Они раздвинут небольшие камни или щепки, а если не смогут, то изогнутся и обойдут их. Так может быть и с вами и внушениями, которые вы даете своему подсознанию. Результаты будут чистыми или сложными в зависимости от исходного семени и того внимания, которое вы ему уделяете. Другими словами, посадите правильное семя и постоянно питайте его сильными утвердительными мыслями, всегда направленными к одной и той же цели. Оно вырастет в могучую силу, находя пути и средства для преодоления любых препятствий. Теперь давайте перейдем к механике. Возьмите три-четыре карточки, обычные визитные. Разместите их в вашем офисе, дома, в вашей комнате или в любом другом месте, где вы можете побыть наедине. Сядьте и спросите себя, чего вы хотите больше всего. Когда ответ придет и вы будете уверены, что это ваше заветное желание, напишите его на одной из карточек, одно или два слова будет достаточно. Работа. Лучшая работа. Больше денег. Собственный дом. Затем продублируйте этот образ на каждой карточке. Одну носите с собой в бумажнике или сумочке, другую положите рядом с кроватью или прикрепите к изголовью, третью повесьте на зеркале или туалетном столике, а четвертую на рабочем столе. идея, как вы могли догадаться, в том, чтобы визуализировать этот образ в течение дня. Особенно важны моменты перед сном ночью и после пробуждения утром, когда вы можете сконцентрировать на нем свои мысли с большей силой. Но не ограничивайтесь только этими двумя периодами. Чем чаще вы сможете визуализировать желаемое этим или другим методом, тем быстрее оно материализуется. Вначале вы можете не иметь ни малейшего представления о том, как будут проявляться результаты. Не волнуйтесь, просто оставьте это на откуп подсознанию, которое само найдет способы установления связей и открытия дверей и путей, о которых вы могли даже не подозревать. Вам будет оказана помощь из самых неожиданных источников. Вас может вдруг осенить идея связаться с человеком, от которого вы давно не слышали, или обратиться к человеку, которого вы никогда не видели. Возможно, у вас возникнет идея написать письмо или позвонить. Какой бы ни была эта идея, следуйте ей. Невозможно слишком сильно подчеркнуть, что вы не должны никому рассказывать, что означают слова на ваших карточках. Не давайте никому ни малейшего намека на ваше желание. Дело в том, что когда вы говорите о том, что собираетесь сделать, вы рассеиваете свои силы, теряете тесную связь с подсознанием и часто обнаруживаете, что если вы не действуете в соответствии с указаниями, вам придется начинать все сначала в своей программе достижения. Иди и не говори никому, это по-прежнему актуально. Предположим, вы хотите лучшей работы или продвижения по службе. Используйте не только карточки, но постоянно и непрерывно говорите себе, что вы получите эту работу, которую уже визуализировали. Если вы приняли эту науку, повторение станет средством глубокого и прочного внедрения внушения в подсознание. Подобно тому, как забиваешь гвоздь в доску, первый удар ставит его на место, но только серия сильных ударов забивает его. Я заметил, что те, кто сознательно использует эту науку, а также те, кто, возможно, применяет ее неосознанно, это люди колоссальной энергии, настоящие человеческие динамо-машины. Это люди, которые не только используют свое воображение и придерживаются сильных убеждений, но и являются великими деятелями в действии. И это приводит меня к этому важнейшему утверждению. Вера бездействия мертва. Существует еще одно устройство, которое я называю техникой зеркала. Прежде чем объяснить ее, я хочу рассказать, как случилось, что я открыл, насколько замечательной вещью она является и как ее можно использовать для достижения более быстрых и эффективных результатов. Много лет назад я был гостем на ужине у очень состоятельного человека, владевшего множеством патентов на лесозаготовительное и лесопильное оборудование. Он пригласил ряд издателей газет, банкиров и промышленных лидеров, чтобы объяснить новый метод, который он разработал для работы на лесопильне. Ужин задерживался, а поскольку было предложено много спиртного, хозяин оказался в неловком состоянии опьянения. Как раз перед подачей ужина я заметил, что он пошатываясь направился в свою спальню и резко встал перед своим комодом. Думая, что я могу ему помочь, я последовал за ним к двери его комнаты. Там я увидел, как он ухватился руками за край комода и уставился в зеркало, при этом бормоча, как это бывает с пьяными. Затем его слова стали иметь смысл, и я немного отошел, чтобы наблюдать за его действиями. Я услышал, как он говорит, «Джон, старина, они пытались напоить тебя, но ты их обведешь вокруг пальца, ты трезв, холодно трезв, это твоя вечеринка, и ты должен быть трезвым». Продолжая смотреть на свое отражение в зеркале, я заметил, что происходит некое преображение. Его тело выпрямилось, мышцы лица напряглись, и пьяный вид исчез. Весь этот спектакль занял около пяти минут, но за всю мою практику репортера, особенно в качестве криминального репортера, я никогда не видел такой быстрой перемены. Не давая ему знать, что я наблюдал за ним, я направился в ванную комнату. Вернувшись в столовую, я обнаружил, что хозяин сидит во главе стола, и хотя его лицо все еще было слегка раскрасневшимся, по всем признакам, он был трезв. К концу ужина он произвел очень убедительное впечатление, рассказывая о своих новых планах. Лишь значительно позже, когда я лучше понял силу подсознания, я понял науку, стоящую за превращением явно пьяного человека в холодно трезвого хозяина. Многие великие ораторы, проповедники, актеры и государственные деятели использовали эту технику зеркала в течение многих лет. По словам Дрю Пирсона, Уинстон Черчилль никогда не делал важной речи, не произнеся ее сначала перед зеркалом. Чтобы освоить эту технику, встаньте перед зеркалом. Оно не обязательно должно быть в полный рост, но должно быть достаточно большим, чтобы вы могли видеть себя, по крайней мере, от талии и выше. Те из вас, кто был в армии, знают, что значит смирно полностью выпрямиться, пятки вместе, втянуть живот, грудь вперед, голова высоко поднята. Теперь сделайте три-четыре глубоких вдоха, пока не почувствуете силу, мощь и решимость. Затем посмотрите прямо в глубину своих глаз и скажите себе, что вы получите то, что хотите. Произнесите это вслух, чтобы видеть, как движутся ваши губы и слышать свои слова. Сделайте из этого ритуал, практикуя его по крайней мере дважды в день, утром и вечером. Вы будете удивлены результатами, в течение нескольких дней вы разовьете в себе уверенность, о которой даже не подозревали. Эта сила придаст вашему взгляду такую проницательность, что заставит других думать, будто вы смотрите им прямо в душу. Рано или поздно в вашем взгляде проявится интенсивность ваших мыслей. Эмерсон писал, что в глазах каждого человека отмечается точное указание на его ранг в жизни. Помните, что вашу собственную градацию или положение в жизни определяет то, что вы несете в своих глазах. Так вы развиваете в себе глаза, говорящие об уверенности, а зеркало поможет вам в этом. Я исхожу из того, что никто из вас не считает, будто методы, которые я вам показываю, это универсальный ключ к богатству и славе за одну ночь. Конечно, было бы неразумно бросаться в предприятия, далеко превосходящие ваши возможности или ваше развитие. Но, используя эту науку, вы можете изучить различные шаги, которые приведут вас к вершине. Но у вас должен быть план действий, прежде чем предпринимать какую-либо программу. Вы должны знать, чего вы хотите, и быть конкретными в этом. До тех пор, пока вы будете держаться за мысленную картину своей идеи и начнете развивать ее действием, ничто не сможет помешать вам преуспеть, ведь подсознание никогда не ослушается четкого и решительного приказа. В этом разделе я хочу поговорить о нескольких моментах, которые я считаю относятся к сфере ментального, назовем это смесью. Мы редко осознаем, насколько наши эмоциональные вибрации влияют на других и насколько мы подвержены влиянию их вибраций. Чрезвычайно нервный человек, занимающий руководящую должность, может почти каждого из подчиненных ввести в нервное состояние. Всегда важно помнить, что человек с негативным настроем может натворить бед в организации или доме. Насколько много пользы может принести позитивная личность, столько же вреда может нанести и сильная негативная, и когда они сталкиваются друг с другом, негативная часто становится более мощной. Чтобы лучше понять влияние этих внушающих вибраций, вам нужно только прочитать свои меняющиеся чувства при входе в разные офисы или дома. Атмосфера, создаваемая людьми, живущими там, может быть мгновенно определена как беспокоящая, тревожная, спокойная или гармоничная. Вибрации, создаваемые другими, влияют на нас гораздо больше, чем мы осознаем. Мы принимаем характеристики тех, с кем мы более или менее постоянно общаемся. Если вы хотите оставаться позитивным, избегайте слишком много общаться с теми, кто имеет негативный или пессимистичный характер. Это приводит меня к другому моменту. Человек, который желает богатства, должен идти туда, где находится богатство. Одному на пустынном острове человеку вероятно будет трудно не то что заработать состояние, но даже просто прокормиться. Поэтому если вы хотите денег, вы должны общаться с людьми, у которых они есть, или которые знают, как их заработать. Это может звучать грубо, но факт в том, что если вы ищете деньги, вы должны идти туда, где они есть и где тратятся. Также вы должны лично познакомиться с теми, у кого есть полномочия распоряжаться деньгами. Наконец, правильное ментальное отношение, подобающий внешний вид и умение устанавливать зрительный контакт, также имеют большое значение. Двигайтесь прямо вперед, сфокусировавшись на своей цели, создавая вокруг себя правильную ауру, которая формируется актом вашего воображения или расширением вашего личного магнетизма, вы можете творить чудеса. Когда человек в полной мере постигает великую силу своего разума и серьезно применяет ее на практике, он обретает власть над этой землей и всем, что на ней находится. У вас самих есть этот внутренний стержень, но его необходимо раздувать, пока огонь не станет белым и ярким, постоянно подпитывая его новыми идеями и действиями. Вера способна творить чудеса. Я старался наглядно показать, как эта сила может быть развита и поднять вас по лестнице как можно выше. Но важно помнить, что легко потерять эту веру или доверие. Многие взлетали на вершины успеха, чтобы затем рухнуть в неожиданные глубины. Другие, искавшие помощи, казалось, чудесным образом излечивались, но потом обнаруживали, что через годы или даже месяцы возвращалась назад. Часто наблюдается возвращение прежних недугов. Существует множество ослабляющих факторов и влияний, по своей природе внушающих, которые мы в неосторожные моменты позволяем проникать в наше подсознание. Как только эти влияния начинают свою разрушительную работу, они могут свести на нет все добро, достигнутое благодаря нашим созидательным усилиям. Поэтому встаньте впереди, направляйтесь к солнцу, смотрите на него, и темные тени не пересекут вашего пути. Я понимаю, что для человека, незнакомого с этим вопросом, трудно принять идею о том, что все находится внутри нас. Но даже самый материалистичный человек должен осознавать, что с его собственной точки зрения ничего не существует во внешнем мире, если он не имеет о нем знаний, или если это не закрепилось в его сознании. Именно образ, созданный в его уме, придает реальность внешнему миру. Счастье, которое многие стремятся найти, но находят немногие, является делом исключительно внутренним. Наше окружение и повседневные события жизни абсолютно не влияют на наше счастье, если мы сами не позволяем ментальным образом внешнего мира проникать в наше сознание. Счастье это состояние ума, которым мы сами можем управлять, и это управление находится в наших мыслях. Эмерсон сказал, что является самой трудной задачей в мире. Думать. И это действительно так, когда большинство из нас являются жертвами массового мышления и подпиткой подсказок других. Мы все знаем, что закон причины и следствия неукоснителен, но сколько из нас действительно останавливается, чтобы рассмотреть его действия? Весь жизненный путь человека может не раз меняться под влиянием одной единственной мысли, которая, озарив его в мгновение ока, становится мощной силой, способной изменить все течение человеческих событий. История полна историй сильных, решительно настроенных личностей, которые, непоколебимо следуя своим внутренним убеждениям, были способны вдохновлять своих ближних и перед лицом огромного и непреклонного сопротивления буквально создавать из ничего великие предприятия, громадные империи и новые миры. Но они не обладали монополией на силу мысли, ею обладаете вы и каждый мужчина и женщина. Все, что вам нужно сделать, это использовать ее. Тогда вы станете той личностью, которую вы видите в своем воображении. Познайте себя, познайте свою силу, искренне применяйте техники с картами и зеркалом, и вы получите результаты, превосходящие ваши самые смелые ожидания. Просто поверьте, что в вере есть подлинная творческая магия, и магия это воплотится, поскольку вера даст вам силу, которая позволит вам преуспеть во всем, что вы предпринимаете. Подкрепите свою веру решительной волей, и вы станете непобедимым властелином людей, человеком из всех людей. и вы с у Продолжение следует...